Отмечу, что в российском автопроме занято около 300 тысяч человек. Кроме того, на автомобильные заводы так или иначе завязаны тысячи предприятий по всей стране. А это и крупные поставщики, и малый, и средний бизнес, и розничная сеть, включая автосалоны, сервисные станции и так далее. Поэтому крайне важно при строгом соблюдении всех санитарных, профилактических мер обеспечить стабильную работу автопрома, подставить плечо производителям и, прежде всего, поддержать спрос на продукцию, чтобы сохранить занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов, инженеров, рабочих, чтобы у тех, кто поставляет комплектующие и запчасти, организует продажу техники, была уверенность в надёжности этой совместной работы. Что хочу в этой связи сказать вначале. У нас уже есть опыт антикризисной поддержки автопрома. Многие коллеги, которые работали тогда, помнят эти 2009 и 2008 годы. В том числе на фоне глобального кризиса, с которым в то время столкнулся весь мир. Тогда своевременные адресные решения позволили производителям пройти сложный период. Более того, в дальнейшем отрасль показала хорошую динамику восстановления и качественного развития. Конечно, текущий момент имеет свою специфику. И бизнес её хорошо понимает на примере своих предприятий и регионов, где они работают. Поэтому считаю важным сегодня вместе с вами, руководителями компании, представителями правительства, обсудить и определить конкретные параметры и направления поддержки автомобильной промышленности и всего автомобильного рынка. Добавлю, что ряд решений уже принят. Так, 12 автопроизводителей России вошли в перечень системообразующих предприятий, то есть тех, которые играют исключительно важную роль для нашей экономики. Критерии включения автопредприятий в список системообразующих объективные и прозрачные. Выручка от 20 миллиардов рублей и численность от 1 тысячи человек. Для таких компаний предусмотрен специальный банковский продукт, а именно льготный кредит на пополнение оборотных средств. Ставка по нему будет субсидироваться в размере ключевой ставки Центрального банка. А половина кредита обеспечивается ещё к тому же и гарантиями Министерства финансов. На совещании с банковским сообществом мы договорились, что эта программа должна заработать, начиная с предстоящей недели. Вчера свою позицию высказали коллеги из банковского сектора. Сегодня хотел бы услышать вашу точку зрения, как оптимально в интересах предприятий реального сектора настроить этот механизм. Вы также знаете, что уже принято решение дополнительно закупить за счёт федеральных средств автомобильную технику. Имею в виду 1200 реаномобилей для региональных медицинских учреждений. Средства на них уже выделены, это 5,2 миллиарда рублей. Техника, столь необходимая людям, в системе здравоохранения, должна поступить в регионы как можно быстрее. Прошу правительства и руководителей субъектов федерации держать эту ситуацию на контроле. И, конечно, при всей остроте текущего момента нам важно видеть стратегические ориентиры развития автомобильной промышленности. Так выстраивать партнёрскую работу бизнес, регионов, федеральных ведомств, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость отрасли.